В России осужден очередной гражданин Таджикистана. Рустами Эмамали продвигает языческий праздник. На севере Таджикистана местные власти загорели 45 мечетей. Северокавказский окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана Абдурахима Мухидинова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в содействии терроризму. Об этом сообщила 24 января журналистом официальный представитель суда Алена Катькало. Суд счел убедительными представленные обвинениям доказательства в том, что уроженец Таджикистана, проживающий в Ростове-на-Дону Абдурахим Мухидинов, весной 2017 года готовился присоединиться к подразделению «Исламское государство» на территории Афганистана, сказала Катькало. Северокавказский окружной военный суд счел его виновным по статьям УК РФ «Приготовление к участию в террористической деятельности» и «Содействие террористической деятельности». Мухидинов был задержан при прохождении пограничного контроля в Международном аэропорту Ростова-на-Дону 1 июня 2017 года, уточнила представитель суда. Структура Рустами-Эмамали выступила одним из инициаторов организации языческого праздника «Сода», который состоится 30 января в городе Душанбе в парке культуры и отдыха «Дружба народов». Об этом сообщает информационное агентство «Азия Плюс» со ссылкой на собственный источник. Празднование сада будет организовано Министерствами культуры, сельского хозяйства и мэрии Душанбе. Также ожидается, что в программу празднования будет входить концерт с участием известных таджикских исполнителей. Кроме этого, 30 января во всех районах и городах Таджикистана будут организованы различные мероприятия, посвященные этому празднику. Парламент Республики в конце октября прошлого года по предложению правительства Таджикистана принял поправки в закон о праздничных днях, в рамках которых в стране ежегодно 30 января будет отмечаться языческий праздник «Сада». Напомним, что «Сада» — это языческий праздник религии зараастрийцев, которая была распространена в регионе до принятия ислама. Эксперты отмечают, что намеренное продвижение и навязывание языческих праздников со стороны режима «Рахмона» объясняется желанием властей посредством этого инструмента ослабить влияние ислама на жизнь людей. На севере Таджикистана, в городе Исфара, по приказу местных властей прекратили свою деятельность 45 мечетей. Об этом сообщил 24 января на пресс-конференции глава города Исфары Дилшот Расул Зуда. Все 45 мечетей были закрыты под предлогом несоответствия санитарным нормам и надлежащего состояния мечетей. Однако на предложении о преобразовании этих мечетей в различные социальные объекты, Расул Зуда не выразил возражения и заявил, что если комитет по делам религии разрешит, то можно их отремонтировать и преобразовать. Что мешало их отремонтировать и оставить мечетями, остается большой загадкой. Стоит отметить, что население Исфары составляет 261,5 тысяч человек, по официальным данным. А в Исфаре функционирует всего 113 мечетей. Из них 12 мечетей предназначены для совершения пятничной молитвы, а 111 мечетей исключительно для пятикратных намазов. То есть одна соборная мечеть приходится на 21 791 человека. Субтитры создавал DimaTorzok